Менеджмент это Тема управления людьми Действительно в дословном переводе с хорошего, современного английского управления, да, наверное Мне очень нравится перевод со староанглийского Искусство объезжать лошадей А корень вообще-то латинский от manus рука Ручное управление На самом деле мы очень часто в нашем бизнесе именно этим и пользуемся Ручным управлением И нам кажется, что так надежнее, без нас таких звезд там не обойтись Мы не только за себя все решаем и делаем, но и за своих сотрудников очень часто тоже Поэтому на самом деле мне больше нравится русское слово управление Ну, наверное, потому что исторически корень прав, он уходит, в общем, очень далеко Он уходит в те времена, когда славяне были язычниками И на самом деле существовали в трех мирах Нижний мир был нафь, тот самый подземный, к которому мы так холодно относимся и побаиваемся Средний мир был явь, ну это вот явление явственное, все что сегодня И вот тот верхний был правь И вот там-то могли существовать те, кто занимались распределением Те, кто обладал особыми некими знаниями Те, на ком была абсолютная ответственность за все, что происходит там внизу Вот именно поэтому мне слово управление нравится гораздо больше Хотя и менеджмент в принципе тоже неплохо С точки зрения формулировок, ну я как практик, мне больше нравятся простые формулировки И для меня менеджмент это умение достигать результата при условии, что люди хотят с тобой работать И про это, наверное, очень важно Для меня здесь звучит две ключевые компетенции менеджера в принципе Это умение достигать результата И второе, это взаимодействие с людьми так, чтобы они захотели с тобой работать Я абсолютно уверена, что основная цель бизнеса Это именно удовлетворение потребностей потребителя Потому что, ну собственно говоря, прибыль-то она из их денежек складывается И никуда мы от этого не убежим И на самом деле про доход и про прибыль это тоже понятно И то, что мы про развивать бизнес средства накапливаем, это тоже понятно И то, что мы за рынком приглядываем и со стратегиями работаем Тоже хотелось бы про развитие бизнеса думаем Не будем развиваться Все там, кто хорошо помнит этап развития компании Не дошли до верха, покатились вниз И поэтому на самом деле про это тоже важно Больше всего мне нравится развитие творческого потенциала сотрудников Ну вот так На самом деле бизнес развивается, люди должны развиваться вместе с ним Иначе через какое-то время у вас наступит такой разрыв Когда вы поймете, что в общем люди, они как-то не очень соответствуют А расставаться-то с ними жалко Прикипели же буквально почти родные Особенно, когда компании маленькие Мы так-то очень тяжело переходим даже У нас идет переход из одного состояния компании в другое Например, после стартапа, когда мы начинаем процессы формализовывать У нас возникают проблемы Потому что нам нужны другие люди А у нас все такие живчики А нам нужны такие педанты И возникает кризис И команда рассыпается И очень много потом негативных эмоций появляется Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы на эти цели бизнеса Посмотрели с точки зрения разных заинтересованных групп Ну, во всяком случае, я определилась по трем Это владельцы, хозяева Но они часто бывают и в руля В нашей стране так это вообще Каждый раз Руководство компании То есть я имею в виду здесь топовые позиции Ну и сотрудники разных уровней И на самом деле, если с точки зрения владельцев бизнеса Действительно зарабатывание прибыли Зачем, собственно говоря, создавали Есть некоторая идея, которую мы реализуем Иногда и не одна Есть у нас достижение, да, про статус Достижение определенного положения Сюда же мы можем Потрясающая формулировка Получить удовольствие от прибыли Которая получена То на самом деле И результат мы меряем, естественно, в прибыли В каких-то реализованных идеях И так далее Когда же я говорю про топов То здесь совсем другая задача У топа на самом деле Прибыль это результат бизнеса А задача в бизнесе у него как раз вот та самая Про потребителя, его удовольствие Он должен таким образом организовать деятельность предприятия Он должен, и оно должно производить Такие качественные товары и услуги Что реально, да, а это можно знать Только когда ты хорошо знаешь своего потребителя Только тогда у нас появится некоторая прибыль Ну, знаете, это мне иногда напоминает Игру в футбол Когда у нас, ну, суть футбола Для меня, как не футболиста Да, прошу извинить, там, любителей болельщиков Когда Для меня суть футбола Это в том, что там, значит, участники Пинают мяч, пытаясь попасть в ворота Есть счет, да, который висит на табло Который там показывается на табло Когда участник бежит по полю Он вообще-то у него задачу Он ворота видит Там у защитника свои какие-то задачи Он вообще-то на табло голову не задирает И про результаты не думает Есть тренер, который смотрит, да Для него результат, это вот мерило его вложений в команду Вот примерно здесь то же самое Когда наши сотрудники, то бишь участники бегают по полю Мы почему-то хотим, чтобы они у нас прониклись Вот той самой идеей И начали прямо гореть ей так же, как и мы Ну, на самом деле, если у руководства компании У них хоть какая-то завязка на прибыль Такая реальная есть, да Бонусы, например, по концу года получают Ну, в общем, нормально Или, может быть, как-то там проценты у них завязаны Там, может быть, даже впереди у них где-то там маячит Доля там плюс-минус сколько-нибудь Да, вот я про это Там понятно Он на табло-то поглядывает И вообще отслеживает, что там происходит Да, и для него вот так Когда он придет к хозяину команды И скажет вот Ну, молодец Либо ай-яй, неправ То вот с точки зрения сотрудников Они вообще-то завязаны на выполнении определенной работы А мы от них хотим горящий глаз, да Абсолютно реально есть инструменты, которые Есть, наверное, они есть Реально есть, с которыми можно работать с сотрудниками Вопрос, есть ли у вас на это А. силы Б. желание Время Да, ресурсов надо достаточно много Ну, потому что для того, чтобы с ними работать как-то по-другому Придется как-то очень много что-то поделать с собой А на это у нас, как всегда, времени нет А иногда нам кажется, что мы реально, в общем, уже с достаточным опытом Мы очень многое можем Поэтому на самом деле, вот, несмотря на то, что у нас три разные группы У нас как-то цели-то, они не взаимоисключающие, да Но друг без друга они существовать не могут И поэтому про это тоже очень важно понимать Почему я про это говорю Потому что как-то мы об этом иногда забываем Люди к нам приходят неприбыльно зарабатывать У наемников, да У топов, да Даже у среднего менеджмента, да Потому что они участвуют иногда в стратегических сессиях Они знают, о чем думает собственник Ну, если в компании такая культура Да, очень часто мы их к этому не допускаем Там где-то наверху все решаем Потом до них доводим В общем, людей это не сильно греет Поэтому на самом деле для меня очень важно Когда мы говорим об эффективном руководстве Это разговор об компетенциях О том, что умеем мы О том, каковы наши способности И тогда уже умножая это на какие-то результаты Мы будем говорить о каком-то пути развития В своем собственном прежде всего Для того, чтобы как-то по-другому работать с сотрудниками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok